Гнилец у пчел, лечение и препараты. Заболевания пчел приносят колоссальные убытки пчеловодам. Особенно опасны гнильцовые болезни. Природа заболевания, инфекционная причина, злокачественные бактерии. Возбудитель поражает личинки, приводя к смерти и ослаблению улья. Различает два вида гнильца, американский и европейский, различающийся патогенами и клинической картиной. Пораженные семьи обрабатываются антибиотическими препаратами, в запущенных случаях подлежат уничтожению. Общая информация. При наблюдении признаков гнильца у пчел немедленно необходимо сообщить в районный ветеринарный центр. Гнилец у пчел лечение препараты назначается ветеринарной службой. Производится анализ пораженных кусков сот. При подтверждении источника заболевания следует провести весь комплекс мероприятий по профилактике лечения у пчелейных семейств. Гнилец у пчел формируется карантинная зона на прилегающей 5-7 километров территории в пасеке. Такое ограничение включает в себя остановку реализации любых материалов с зараженной зоной и запрет на кочевке за огражденную зону. Обратите внимание. Употреблять пищу полученной от зараженных пчел мед можно. Запрещается использовать его как подкормку для пчел. Гниельцовые болезни пчел и лечение их происходит в несколько этапов. Зараженной семьей необходимо перегнать в чистые ульи. После перегона всем семьям на пасеке необходимо провести лечение сиропом с антибиотиками. Важная информация. Перед лечением необходимо получить заключение в эпэкспертизе на устойчивость гнильца к антибиотикам. Для приготовления сиропа в рапорции 1,1 развести сахар и добавить в полученную смесь лекарственные препараты. Положительный эффект дает сочетание ампиокса 1 грамм с норсульфазолом 2 грамма. Такая дозировка идет из расчета на 1 литр сиропа, достаточного для лечения 5 рамок. Лечить следует в несколько повторений. Для инфицированных пчел 3-4 раза с недельными промежутками. Здоровые пчелы обрабатываются дважды в профилактических целях. Важно! Запрещается использовать для лечения гнильца народные средства. Разновидности. Виды гнильца зависят от инфицирующего агента. Подразделяют заболевания на американские и европейские типы. Причинами американского гнильца выступают бактерии басилус ларва. Поражает инфекция только личинки пчел, попадая в ЖКТ через поедание зараженного корма. Взрослые пчелы могут выступать переносчиками, разнося инфекцию по сотам. Кроме того, бактерии способны сохраняться длительное время в меде и перге. Европейский гнильец относится к болезням открытого расплода. Погибают в таком случае незапечатанные в сотах личинки. Вызвать заболевание способны бактерии Стрептокока, Плютона и Арис, Алве и Орфеус. Механизм заражения идентичен с американским типом. Разные виды признаки. У американского гнильца выявить заражение на ранних этапах невозможно, поскольку располагается он в запечатанных ячейках. Болезнетворные изменения становятся видны при поражении значительной части расплода. Инкубационный период составляет в среднем 2-7 дней. Смерть личинки наступает в стадии предкуколки, когда ячейку уже запечатали. Ее цвет сменяется на коричневый, начинает исходить трубный запах, напоминающий столярный клей. Тело личинки оседает, вытягивая головой крышечку. Пчелы становятся не в состоянии убрать клейкую массу и закладывают расплод в соседние ячейки. Соты с пораженными личинками выделятся пестрой окраской. Смерть личинки европейский тип гнильца обладает более коротким инкубационным периодом 1-3 дня. Гибель зараженных личинок происходит на стадии незапечатанных ячейк. Окрас приобретает тусклый желтовато-серый оттенок, сняющийся коричневым цветом. Тело начинает дряблать и сморщиваться. Трупный запах имеет кислые нотки. Крышки над мертвыми личинками сырые темного цвета и с углублением внутрь ячейки. Пчелы легко очищают от высохших личинок ячейки, разнося инфекцию по всем сотам. Основными симптомами заболевания обоих типов является изменение цвета расплода и появление характерного гнилостного запаха. Американский гнилец сопровождается образованием клейкой массы из тела умершей личинки, тянущейся в виде нити до 10-15 см. На заметку, главными признаками европейского заболевания является желтение личинок, сопровождающийся разложением с выделяемым гнилостным запахом протухшего мяса. В отличие от американского гнилеца, формирование тянущейся нити из тела умершей личинки будет более коротким 5 см, либо отсутствовать. Профилактика Профилактические меры предотвратят инфицирование пчел и помогут избежать убытков от падежи расплода, покупая пчелиные отводки, матки. Должны быть осмотрены на наличие признаков заболевания, ежегодные весенние работы должны включать дезинфекцию инвентарного оборудования. Складов и ульев пасеч на территории должна регулярно очищаться от загрязнений, недопустимо использование почерневших старых сот. Ежегодно производить замену третий сотов, не производить качевку в карантинные районы, приобретать восковую вощину, обработанную термически. Матку нужно осмотреть в лечении европейского и американского гнильца. Первоначальной мерой лечения является пересадка пчел в новые ульи с чистой вощиной рамками. Зараженные сотой следует сжечь инвентарь и обработать в закрытом помещении. Для лечения пчелинных семей пораженных европейским видом можно использовать аналогичное американскому виду мероприятие. Кроме этого известен рецепт, открытый румынскими учеными, с использованием лечебного канди. При одновременном заражении обоими типами инфекции необходимо использовать методику лечения американского вида, поскольку использование канди будет неэффективным для закрытого расплода. Лечение дозы лекарств в лечебный сироп необходимо внести любой из препаратов, в составе которого есть неомицин, эритромицин, тетрациклин. В дозе 400 000 ед или биомицин с дозировкой 500 000 ед. Такая смесь используется из расчета 100-150 мл на одну улочку или используя пульверизатор на опрыскивании одной рамки. Обратите внимание, для достижения максимального эффекта лечения препаратов антибиотиков следует чередовать. В рецепт лечебного канди уничтожающего возбудителя европейского гнильца входит сахарная пудра 155 грамм, подсолнечное масло 45 грамм и террамицин 1 грамм. Сформировать из полученной массы лепешки и разложить канди на рамки под холсты из расчета 1 лепешка на 1 семью. При обширном заражении можно дополнительно провести обработку сот с расплодом раствором сахарной пудры 100 грамм, стеррамицином 2,5 грамма. Средство дезинфекции ульей инвентаря Первоначальным мероприятием по устранению заболевания является дезинфекция ульев и инвентаря от гнильца. В качестве антисептика применяется раствор перекиси водорода с нашатырным спиртом. Действенный эффект имеют ядосодержащие препараты. Из перечня бытовых средств можно остановить выбор анадемистоси. Весь текстильный инвентарь, включая холсты, необходимо кипятить в течение 30 минут в щелочном растворе металлические инструменты. Можно прокалить либо погрузить на 60 минут в дезинфицирующий раствор по внутренней поверхности медогонки, распылить дезинфицирующий раствор по прошествии нескольких часов тщательно промыть устройство, для очистки суши необходимо инкубировать ее в течение суток в растворе. Перекиси водорода 3% муравьиной кислоты, после этого жидкость тщательно вытряхнуть из ячейка и обильно промыть ульи и другие деревянные Компоненты можно прокалить паяльной лампой до формирования ровного бурого цвета, предварительно вычистив стенки от воскового налета и прополиса. Деревянные рамки нужно кипятить 15 минут в 2% растворе едкого натра, перекопать на глубину штыка лопаты землю под ульями и внести известь оставшихся в суток личинок, перетопить рамки, сжечь для обеззараживания воск, его плавят при 120 с на протяжении двух часов. Подводя итоги, можно сказать, что инфекционное заболевание гнилец может быть вызвано различными микроорганизмами. В зависимости от возраста поражения личинок подразделяют инфекцию на два типа, европейский и американский. Американский гнилет закрытый или американский идентифицируется по изменению цвета крышек запечатанных ячейк. При анализе ватной палочкой из ячейки вытягивается вязкая нить длиной 10-15 см, обладающая запахом столярного клея. Европейский вид инфицирует личинок в открытых ячейках. Определить наличие инфекции можно по изменению тела личинок и их усыханию. В обоих случаях необходимо переселить пчел в новые чистые ульи и провести терапию антибиотиками 3-4 раза каждую неделю. Для профилактики здоровые семьи дважды обрабатываются по той же схеме. Зараженные инструменты, оборудование и экипировку пчеловода необходимо тщательно продезинфицировать или в случае невозможности утилизировать сжиганием. Соблюдение профилактических мероприятий и санитарно-эпидемиологического режима позволит обезопасить и сохранить здоровые семьи, сократив возможные убытки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова